И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр и я продолжаю снимать для вас видео, скажем так. Так, в общем, так вы видите, во-первых, это другой браузер, основной мой браузер. Ну, а во-вторых, пришло время уже поговорить об самом моде, поэтому это, назовем так, полный обзор, наверное, мода Ark Eternal. Конкретно разберем тот текстовый документ, про который я говорил и так далее. Как видите, немножечко у меня здесь попереведено, немножечко подзаморочился. Просто сервер сегодня не запускается. Вообще, я хотел на следующий день, то есть выпустить завтра это видео. Ну, подумал-подумал, а какая разница? Ну, запишу и сегодня выпущу его в понедельник. Ну, и вот такие вот дела. В общем, как вы все прекрасно знаете, в мастерской у нас есть некая информация о моде, то есть можно на этот мод подписаться и так далее. Не подписан я, потому что я не вошел под своим аккаунтом, не хочу, лень. Вот, и, собственно, что у нас здесь имеется. Здесь немножко маленький переводчик, так что не обращайте внимания. Да, вот это мой второй аккаунт, точнее, первый мой аккаунт, если вам интересно. В общем, что у нас здесь? Здесь ничего такого, кстати, нету основного. Маленькая информация о моде, что мы имеем и так далее. То есть, по сути, все, что мы и так знаем, здесь все и так прекрасно рассказано. Единственное, только здесь, в этой мастерской, рассказано о, допустим, Eternal Official PVE Modpack. Допустим, если вы хотите на PVE играть с этим модом, то вот он, пожалуйста, Modpack, Eternal, Stack, Structure Plus, Starter Chess, Death Recovery Mod, то есть это могилки, и Path Manager. Это, собственно, как я понял, это все моды одного и того же разработка, как вариант, как один из вариантов, но без понятия. Ну, по крайней мере, здесь будет более комфортно играть с этими модами, как я понял. Ну, у нас на серваке так все нормально. Здесь комплект для PvP серверов. То есть здесь уже большее количество модов, то есть, вот, допустим, Upgrade Station, пожалуйста. Почему только на PvP составили, я не знаю. Ну, ладно. В общем, как видите, дополнительные моды, дополнительные моды и... Ну, кстати, не знаю. У нас, допустим, стоит спойлер и черкол, бакер. Хм, не знаю. Ну, в общем, это задумка разработчика, и да ладно. В общем, что-то и у нас на сервере есть, а чего-то у нас на сервере и нет. В общем, здесь никакой смысловой нагрузки нету, потому что вся смысловая нагрузка... Опаньки. Вся смысловая нагрузка, которая там есть, она и здесь есть. В этом самом текстовом документе, про который я говорил. То есть, ну, здесь опять-таки то же самое. Все рассказывается, то есть, обычно стартовая страница, добро пожаловать, у нас такой-то мод, все замечательно. У нас добавлены все-таки моды и все в таком духе. А самое главное, мы оставили за собой возможность добавлять что-то новое. Поэтому мы это будем делать, ну, как говорится, без... Как они сказали, мы, типа, будем добавлять в мод что-то новое лишь тогда, когда будет что-то старое уже хорошо работать. Вот, но не раньше. Вот. Следующая вкладка есть Dino Tears. То есть, это те динозавры, которые существуют у нас в мире. Вот, которые вы можете увидеть, вызвать и так далее. Вот. Ну, давайте сначала, допустим, взять обычных бегемотов, да? Так, где у меня? Давайте сразу буду закрывать. Dino Tears. Чуть сильнее обычных ванильных. Я буду говорить так, как нужно, потому что, ну, это все-таки же Google-переводчик. Он досконально не переведет, но все равно, как говорится, на том хорошо. Может приносить много, если вы используете платформенное седло, так-то так. В общем, по-моему говоря, бегемоты, они чуть лучше, чем обычные. То есть, водный, наземный и воздушный. Переносит больше, здоровье больше. Ну, собственно, мы и так это знаем, что здоровье у них больше и так далее. То есть, они чуть лучше и чуть сильнее, чем обычные ванильные. Ничего более. Вот. Этернал. Вот здесь уже интереснее. И, кстати, благодаря этому я только понял, в чем весь прикол. Когда Адзака поймал себе обезьяну, она была фиолетовая, он мог ломать камни. Он говорит, опаньки, нифига, прикол, добываются камни. Попробуй своим, подобывай. Ну, я попробовал, и нифига. Но у меня красный Этернал. Давайте посмотрим, в чем суть. Так. Двухцветный динозавр и бло-бло-бло. Типа, короче, они басявы и все дела. А, ну, типа, когда их убиваешь, с них дополнительный дроп. Типа Ансиан, Орб и все в таком таке. Но это все фигня. Дроп мы и так все знаем. Их уже убивали тонны, я с вами уверен просто. И вас уверены, и в себе уверены, тем более. Сокрушительная земля. Ну, буду читать так, как есть. Крашинг Эрс. по сути сокрушитель земли. В общем, сокрушительная земля. Способность ломать камни. Огромную силу, имеет огромную силу и огромный вес. Розово-черные динозавры. Все розово-черные, то есть вот в данном случае вы видите мамонт. Ну, розово-черный. Короче, фиолетовый. Будем как-то по-нормальному. Фиолетовый, мы же не дартоники, мы же понимаем, что такое фиолетовый. Вот. Хотя он такой темно-розовый, но все равно фиолетовый. Все фиолетовые динозавры, то есть в данном случае мамонт, у Адзака была обезьяна, этот мегапитек. Гигантапитек. Гигантапитек. Вот. И... Мегапитек же это босс. Они могут ломать камни. То есть... Где? Вот. Способность ломать камни. Огромная сила и огромный вес имеют. Неплохая штука, я вам так скажу. Дальше. Криппинг фа. Повреждение от огня... Да, криппинг фа. Повреждение от огня с течением времени. То есть, по-протому говоря, все красные, которых вы увидите, Этерналы все красные, они поджигают. Ну, собственно, вы и так прекрасно знаете. Так как у меня на видосах видели, мой Этернал бегает и поджигает. Все хорошо. Это есть Рексы. Рексов видел и... Мег... Мегалозавров. Да, Мегалозавров. Вот насчет гигг не знаю. То ли это были Альфа-Чи, или кто-то, что, короче, не знаю. Ну, в общем... А, подожди, еще Рапторов видел. Да-да-да, еще Рапторов вроде бы. Или это были Альфа-Чи, не знаю. Врать не буду. Ну, бешеная вода. Ну, Райдинг Вода. То есть, на... Ладно, короче, бешеная вода. Ну, по-простому говоря, они намного быстрее, то есть, плавают. На 200% быстрее. Они подводные, понятно дело. То есть, желто-черные, они подводные. Так, дальше. Барбас, виноградный лозой. Вот тут, короче, конечно, полный бред написано. Но, если посмотреть здесь, Граббинг Вайн. Вайнис. То есть, это Вепрут. То есть, по-простому говоря, это паутинку кидает. Торпор накидывает. И, получается, выжигает стамину. То есть, выносливость выжигает. Имея, так раз, зелено-черный. То есть, ну, опять-таки же, я его поймал. С этим будем разбираться в каком-нибудь из видосов. Да, я пойму всех цветов Этерналов. Когда я доберусь до этого. Вот. И плодородный урожай. Ну, короче, обычный Харвестер. Лучшая сборка, большой вес. Тоже на них есть смысл добраться. Дальше у нас идет Элементарье. Ну, про Элементарье. И так все знаем. Яд, молния, огонь. Подходящий. Не знаю, зачем это написано. Подходящий. У них все здесь написано. Подходящий. Вот этого. Ну, в общем. А, ну, типа, возможно, что они это... Их можно томить по-нормальному. Так, это у нас Элементал. Альфа. Улучшенная версия обычных ванильных. Спавнится в природе. Праймачи. Улучшенная версия Альфачи. Спавнится в природе. Боссы. И спешил диноза. И специальные динозавры. Улучшенная версия Праймачей. Спавнится в диком... В диком мире. Вот здесь вот. И давайте-ка почитаем немножечко. Воскресшие. Используем модельки от Фера Волды. То есть с ивентом. Такая же статика, как и у Альфа. И Крона Мертвого острова. В общем, спавнится на Мертвом острове. Как и понял, это в проклятых... Ой, господи. В выжженных землях. Спавнится там. Анти. Древние. Вот давайте здесь тоже немножечко почитаем. Древние существы, которые могут быть вызваны только из призывателя вечного босса. Вот, пожалуйста. Древние только вызываются. Они дают дополнительный опыт своим всадникам, когда тот приручен. Вызывает случайно уровень может быть выбит и приручен древним шарабе. А, ну, короче, антиторб, это... Ну, собственно, как я уже говорил, антиторб, это для томления древних. Но вот то, что он вызывается из Этернал Босс Мойндера, этого я не знал. Ну, собственно, до этого я еще просто не дошел. Так что, давайте дальше. Так, кто у нас здесь дальше? Предвестник, господи, какой прикольный химичка. Также статистика, что и у Бессмертных снова вызывается. В общем, вызываются также из Этернал Сумонера, которым могут усыдить для получения огромного количества ресурсов. Ну, и, собственно, как мы все прекрасно знаем из АК-мода, если их убиваешь, то, соответственно, вызывается из них ЖУК. Убил его, появился ЖУК, ЖУКа притомил, получаешь срану вытучу ресурсов. Доберемся и до этого, как говорится. Полсервер уже с ЖУКами, а я все еще... Ну, я видео снимаю, мне приходится страдать, я так лутаю все. Бессмертный, сильный и необратимый динозавр, которого вызывается. Они дают души, которые созданы для создания Матричных Сердец. Статистике статический уровень 1200. И, по-простому говоря, как я понял, это также вызывается из Этернл, ну, как это, Этернл Вос Сумонер. Из него вызывается, из него падают души, собственно, из которых мы делаем Матрикс Коры. Статичный уровень 1200. Доберемся когда-нибудь, когда я кого-нибудь мощного притомлю. Ну, кстати, я себе Саблезуба раскачал на Максимум. он зеленый, еще басявый, но еще не все. Мы сейчас немножко доберемся дальше. Инфернал Эволюшн Эволюция. Инфернал может быть развит из Прайма с помощью бутылки Инфернального зелья. Господи, немного сильнее Прайма. То есть, по сути, улучшенная версия Праймача. Но не всех Праймачей можно улучшить, как я понял. Неизвестная. Развивайте свою Прайм Гориллу и вашу первую Виверну в неизвестную силу. Скорость и дает существо. ну-ка, что-то я запутался. Эволюционирую Прайм Гориллу и Прайм Виверну. А, в Анон. В неизвестную. То есть, Прайм Горилла и Прайм Виверна может переделаться в неизвестного. Сила, скорость и яд, короче. Прикольно. То есть, Горилла Прайм Виверна в неизвестного переделывается. Матрица. Используется заклинание Этернал Боссу Монер и создавать Эволюшн Матрикс, которая будет вызываться, короче, вызываешь компика, может быть развиться при правильных ингредиентах Дарк Стар. Настоящим временем самый мощный приручен Эволюшн Матрикс в Этернал. Ага, Дарк Стар можно. И вот из Эволюшн компика. В усовершенствованной версии используется светло Альфа Гиган. То есть, вот, сначала вызываем компика, дальше он эволюционирует в Раптора, дальше в Алазавра, и, кстати, вроде бы, а, нет, я вроде бы в Рекс еще у себя переделал на АК-моде Arkham's Life. Ну, это все, что я смог сделать, вроде бы. Дальше у меня не хватило альфа ДНК. Но здесь-то совершенно другой мод. А, суть-то одинаковая, как бы. Так что и до эволюции доберемся. Дальше Гиган, дальше Додорекс, а дальше уже Инфернал после него, если что. Инфернал уже там ты обзываешься? А, Дарк Стар, господи, вот, лошара. Дальше, после Додорекса, вот уже идет Дарк Стар. А, Дарк Стар, это у нас она, по сути, а, нет, нет, верно, но вроде на него похоже с чем-то. Обычный Лава Голем, ну, я хуже, убивал немало, так что ничего такого серьезного, обычный Лава Голем. и Голем, и Голем, и Голем. Тавица, вроде бы, он точно так же, как Акапутина Голем, без лишних заморочек, то есть оглашаешь его именно взрывчаткой и все. Ну, взрывчатка по голове, потому что, насколько я не пытался его торпорчиком убить, я убивал его без единички накиданного торпора. Вот. Ну, через увеличительное стекло можно посмотреть, даже сидя на животном. Бионик Гига. Не такой сильный динозавр вызывается с матрицей и немогущий быть приручен... Заменитель. По-просто говоря, то есть такой силенький динозавр, которого притомить нельзя и вызывает с матрицы. На данный момент просто заменитель. То есть, что-то они потом за место него поставят. А вот, собственно, и темная звезда Даркстар. Полусильное существо, которое вызывается с матрицей. С матрицей. Невозможно бросать этот питайственный элемент. Чего там невозможно? А, черт побери. Матриц. Ммм, непонятно. Ладно, в общем, короче, вот тот самый Даркстар. Но, опять-таки, тут написано полусильный, а до этого было написано типа самым могущественным. Вот такие выдела. Фален Эльдивайн. Сильное существо в вечном. Ну, в Атернале. По-прежнему, как я понял, самое сильное существо вызывается и не может быть приручен. Будьте осторожны. То есть, вот это самое мощное существо. Фален Эльдивайн. Вот подсказка. Вам понадобится один из этих вечных Додос. Додос, блин. из Этернала Додо. То есть, Этернала Додо понадобится для того, чтобы создавать яйца. То есть, они несут яйца. И это нужно для того, чтобы создавать Альфа Киббл. Одно яйцо, один Альфа Киббл. А Альфа Киббл нужен уже для эволюции. Насколько я помню. Это всегда так было. Да и там вроде даже написано такое. Вот такие вот дела. Погнали дальше. Вот что, думали, это все, что ли? Нет, я решил уж весь мод за раз вам сказать и рассказать. Томление. Вот откуда, собственно, я брал информацию о томлении. Это закрываем. Ну, или по-протому укорщение, там. Вечный Додо. Пассивный, ручной, любые ягоды. Ничего более. Дальше, там, эффективность, это все фигня. Вечный Отшельник. Ну, это, конечно же, это этот Джербоа, то есть Тушканчик. Такой же, как и ванильный аналог. Ничего серьезного. Томиться точно так же. Ну, собственно, мы уже томили оглушение и кормление. Бегемотский Ярус, то есть, это все бегемоты. Бегемот Тир. Тот же механизм укрощения, что и ванильный аналог. Ничего более. То есть, ну, эффективность у него просто больше, так как он рассчитан сразу до 600 уровня. В общем, не заморачивайтесь. Обычное томление. Это все, что нам нужно знать. Элементальный уровень. Тот же механизм укрощения, что и ванильный аналог. Так что, без лишних вот этого-то, это для того, это для того, нет. Вот смотрите внимательно. элементальный элементальный механизм и ваниль, то есть, такой же механизм, как и ванильный. По-простому говоря, английский хорошо говорить, короче, так что все нормально. Я поэтому с гугл-переводчиком дружу. Вот. Не дружите с английским, дружите с гугл-переводчиком, оно вам поможет. Как видите, целую страницу может переводить. Вот. Это механизм упрощения, что и ванильный аналог. Ничего более. Элементальный дракон тот же механизм укрощения, что и ванильный спина. То есть, вот почему я думал, что дракона можно притомить. Но, видать, эта информация была еще заранее. Потом ввели обновление, когда можно притомить драконы. В простом уголе, если бы я немножечко подождал, хотя бы на следующий день решил побежать его и томить, то я бы уже думал, притомил бы его, а не просто бы убивал их. Вот. Ну, я решил сразу же в этот же день снять, поэтому я никого не томил. Ха-ха-ха. А потом ввели обновление, когда их, это, понимаете, уже можно было. То есть, по-простому говоря, здесь уже информацию добавили, а там еще нет. В общем, томится как обычная спина. Ну, киблы. Хотя, может, и баранина тоже может быть. Это элементальный дракон. Ну, это простой элементальный дракон. То есть, до этих мы еще дойдем. То есть, в целом, да, я здесь информацию почитал, как говорится, отрывками, отрывками, и все, и побежал, короче, снимать. Эльбитальный дракон, это все вот эти цветные, они томятся как спина. Немножко я заранее стал про этих, оправдываться, так сказать, как они там вы обзываетесь, господи. Про доминосов. Про доминосов доберемся еще. Древний ярус. В общем, 15x сырое основное мясо для протефона тебя. Альфа-уровень, рафмитовстан. А, типа, короче, сначала орбами, потом можно и рафмитом томить, первосортным мясом. Вот, альфа-уровень. Мне там, в комментариях, чувак говорил, я разбираюсь в моде, я, типа, в нем шарю. Вот, поэтому, смотри, короче, альфа-мясо для альфа-чей, праймясо для праймачей. Все. На что я ему сказал, то, что, типа, ты, чувак, дезинформацию-то не пиши, я же могу и забанить за это. Но я не люблю, когда люди пишут неправильные штуки, а потом я, и до них приходится мне переписывать серию. Вот, потому что мне неправильно посоветовали. Альфа-чей. Сырое первосортное мясо. Альфа-мясо эффективность просто дополнительная. Кстати, сродство, я не знаю, что это за фигня. Давайте посмотрим здесь. Вот. Раф-прай-мид, обычная эффективность альфа-мид, такая же эффективность, плюс 600 сродство. Я не знаю, что это такое. В целом, вот как он переводится, близость, сродство, сходство. А если переводить его в тексте, то он афинитет переводит его. Без понятия, что это за фигня, ну да и ладно. В общем, у прайм, этернал прайм-мясо, просто сродство вот это намного лучше. Все. То есть, обычного альфа-ча вы можете просто томить обычным прайм-мясом. А еще вы можете посмотреть тайминг альфа-анкилозавра, где я томил и прайм, и прайма, и альфа я томил прайм-мясом. Я ему закинул этернал, а потом закинул прайм-мясом. Все. Этернал я закидывал тупо для того, чтобы половина его, то есть, у альфа-анкилозавра половина сразу же заполнилась прайм-мясом. То есть, мне нужно было закинуть там два с половиной прайм-мяса и все. Он бы притомился. Ну, три мяса, хорошо. У меня просто не было все эти крови, сердец, все дела. Сейчас-то я их набил, если там случайно серов не отказаться. В общем, как я уже сказал, обычное прайм-мясо. Праймы точно так же томятся, просто у них эффективность чутка поменьше. Вот это вот сродство у них поменьше идет. Если вы знаете, что это за говно, напишите мне в комментариях. Я, честно, уже всю голову злобал, думая, что это за загад, что это за сродство. И что оно вообще дает? Именно вот про эту фигню я не понял во всем-то, во всем этой гадости. И вот он, доминус. Точно так же сырое мясо, альфа-мясо. Вот! В этом-то и вся проблема. То, что... Ну, в целом, в целом, томить можно дудошек. Дудорексов можно томить. Именно доминус дудорексы. Можно было томить еще и тогда. Но, как я понял, они хотят добавить абсолютно всех, чтобы можно было томить. Ну, когда я пытался томить, была полная жоба. Вот такие удела. Поэтому я тогда немножечко не смог его притомить. Вот. Но обычные Этернал Драконы, это как сфенозавра томить, это без лишних проблем. А доминусов, как я уже сказал, альфа, прайм, доминусов томятся одинаково. Просто, если в томишь альфа-мясом, это будет какое-то странство побольше дополнительно идет. Вот. Ну, и все. Ничего больше. Переходим к эволюции. Да, я думаю, это последнее. Да, это последнее, там, дальше уже ничего интересного. Эволюция к Инферналу. По-простому говоря, Инфернал Эволюция. Вот. Собственно, что я создаю зерель пфу. Язык заплетается. Ой уж, народ, извиняйте, это первый раз, когда я делал какой-то обзор на мод именно по документу, а не из главы и во время сезона. Так что, сильно не серчите. Как есть, так и есть. Многие до этого не додумались. Эволюция к Инферналу. В общем, по-простому говоря, помните, да, можно Инферналу делать с помощью эволюции. Но в настоящее время вы можете превратить этих существ в Инфернальную версию. То есть, по-простому говоря, Прайм Рекс, Прайм Соблисзуб, да, именно он у меня есть, так что я его переделаю, Прайм Виверна и Доминос Дуду Рекса. Все вот это мы можем превратить в Инферналу. Ну, там, типа, короче, убедитесь, что там рядом никого нет, все дела, короче, КПЛ будет плохо. В общем, лучше делайте где-нибудь подальше от своих построек и динозавров. Эволюция Даркстару. Даркстар, собственно, мы уже знаем, что это такое, так что, без проблем. Собственно, мы это уже разобрали. Кемпиляции, господи. Компик, Раптор, Карна, Алазавр, Рекс, Гига, Додорекс и потом уже Темная Звета. С этим тоже будем разбираться. Так, что у нас дальше? Даркстар, а, вот, эволюция Нона. Любая прингерна... Пам, неизвестный Вен. Прайм Бигфуд может эволюционировать до неизвестного содержимого человека. Есть три типа. Мощный, красный, зависит на большую мощь, большую ровную скорость. Синий, очень быстрый, поясин зеленый. Ага, вот, унижает хп, сделал значительно оценимность дамагом. Вот здесь я немножко не разобрался. Бигфуд. Рам, Бигфуд. Они же все, по сути, одинакового цвета. То есть, это типа случайным образом, когда ты делаешь из него эволюцию, то есть, он случайным образом, или же, как вариант, там просто заходишь к нему в инвентаре, там есть мощность, то есть, три типа. Опять так же говорю, я еще не казался этого мода, поэтому я не знаю. То есть, именно вот это вот моменты я не касался, поэтому не знаю. Вот, как вариант, там, опять таки же, вспоминая АК, Arkham the Life, там было как, заходишь в инвентарь и у него есть спицер такой, типа, такой, 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 то есть, там, тут я тоже буду, думаю, есть мощный, скоростной и ядовитый. То есть, какой-то из них выбираешь и в него эволюционируешь. Думаю, будет именно так. Если вот так, пишите в комментариях, что, да, так, вот, и там, эволюция, там, все правильно, там, все правильно писал, ставлю лайк, подписка, все дела. Короче, ладно. Развитие к лавовому голему, вот он, пожалуйста. Ошибся я с лавовым голевым, я думал, его томить можно. Кто-то на него торпор вообще не накидывался никак. Бигфут может эволюционировать к лавовому голему, голема. И, как я понял, чтобы эволюционировать, лава-рок тот самый и нужен, который я уже выбивал и говорил, что это за фигня нафиг. Вот. В общем, как я понял, это для него и нужно. Переход крафф из додо. Вечный додо может эволюционировать. Врафф, мне, кстати, до сих пор не знаю, дофига это говно нужно. Дамажит он по пять. Я попробовал, я его вкачал, я его вкачал здоровье. Качать ему может только здоровье и вес. Даже обычный Этернал додо лучше тем, что он, это, типа ему дамаг можно хотя бы качать. Да и с ротами яйцами постоянно. Нужными нам яйцами. Вот. Ну, арафф из додо по пятерке отнимал у додо. В общем, короче, вообще ни о чем. Эволюция зомби-визерна. Альфа-виверна может эволюционировать в зомби-вверну. Эта версия не является единственной не единственной. Да уж. А, эта версия не единственная спавница в диком мире. Типа того. Ну, кусочками вадима для развития динозавра. Большинство из них будет иметь план. ну вот, собственно, план в инвентаре имеет. То есть, ты смотришь на него, закидываешь, нужны предметы и создаешь предмет. Типа предмет. А дальше уже он эволюционирует. Ну, собственно, здесь предметы Араф Мид, Антен Торп, все это полная фигня. Мы и так это знаем. Мы все это выбиваем. Тут написано, с кого они выбивают, выбиваются и так далее. Кстати, Этернал Киблы я так и не понял. А, используется в эволюции. Вот оно для чего нужно. Так что доберемся и до них. Лава Рог. А, собственно, откуда я вычислил Prime for Лава Голем. Думаю, где-то я это читал про Лава Рога. Чё я так забыл про Лаву Голема? Что его томить-то вообще нельзя. Ну, ладно, это я, не простите, у меня всегда такое бывает. Суммонинг Матрикс, это матрицы для суммона, Матрикс Кор, Мистериос Элемент, Поушины, собственно, это все мы и так можем знать в игре, посмотреть, Промид, Санас, то есть это все, 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 вот, собственно, токен убиваем доминос, то есть любого домино, доминоса, и это нужно для эволюции в Даркстар, собственно, вот для чего нам токены и нужны. Предметы кристалл, пикакс, кристальная кирка и кристальный топор добывает четыре раза больше, в игре написано в десять раз больше, не знаю, в чем прикол, но в целом добывает он намного лучше. С того же самого голема я именно киркой такой добыл, да, наверное, раза в четыре больше именно предметов лута, нежели с обычной киркой, даже у которой было эффективность 600, если не ошибаюсь, у меня там 600 эффективность у кирки была, так вот, она добывает хуже, ну, не в четыре раза, а раза в три только хуже, но все равно, все-таки улучшенные. Ну, обстреливаю с обычной киркой, возможно, она и в десять раз лучше. Транквилы, собственно, это все мы можем точно так же найти в игре. Ну, и, собственно, все, что мы тут видим. А, вот, у меня задавали вопрос, точнее, не у меня, я видел в комментариях, точнее, в комментариях, а в сообщениях на сервере, в чате, как достать, то есть, вот эту вот всю фигню, так, не, давай, вот так лучше, он так лучше переводит, здесь какая-то фигня. Как достать зомби виверны, то есть, мозги зомби виверны. сейчас, это и узнаем. Да, это обычный плагин для перевода, как видите, он сразу перевел. Настяжимые убивая зомби виверны, используя, чтобы развить вашу альфа виверну в зомби виверну. Вот и все, то есть, обычно зомби виверны, кстати, находится налегко и на серии, где я убивал доминосов, там я убивал зомби виверны, он мне попался под руку, убивался вообще легко и быстро, вот, и, ну, мозг не выпал, и фиг с ним. То есть, все легко и просто, как и везде, зомби виверны ровняется мозг виверны. Вот такие дела, в общем, народ, пишите в комментариях, самое главное, понравилось ли то, как я сделал обзор на мод и вообще интересно ли это было слушать. Ну, и, конечно же, пишите, если в что я неправильно перевел, либо неправильно прочитал. Хотя, по сути, это одно и то же неправильно перевел, неправильно прочитал, это одно и то же по сути. Вот, хотя я это не переводил, а гугл переводчик, я на него полагаюсь. и, собственно, кстати, где эту информацию найти, вы не поверите, найти ее легко. Вот, информация. И мы переходим в тот самый гугл документ. Кстати, если вы не знали, то у каждого мода такая есть фигня. Вот, такие вот дела. В общем, и, конечно же, пишите, что, да, когда, где. Конечно, да, со временем будет добавляться что-то новое, и что-то будет меняться. Допустим, позавчера этот гугл документ был совершенно другого вида, нежели сегодня. Он был измененный в плане томилка, она совершенно по-другому выглядела, добавили кое-что новое и так далее. Так что, все потихонечку меняется. Вот, такие вот дела. Особенно будет интересно узнать то, о чем я, так сказать, не догадывался, в том плане, что не знал. Ну, просто я спрошел по, так сказать, во время видео. Ну, вот и все. Надеюсь, полный обзор арк-этернол вам хоть как-то поможет, и вы узнаете что-то новое из данного видео. О, лягуха. Хе-хе-хе. Все, на этом все. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать. В общем, делиться моими видео своими друзьями, ведь вдруг они тоже играют на этом моде и не знают чего-то того, что знаете теперь уже вы. Все на этом все. Всем удачи, всем пока, всем счастливое и добро. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok